Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава книги Иова, последняя глава с его речами. Немного осталось. Дальше уже не будем читать про его жалобы. А в 31, собственно, жалоб особых и нету. Есть, конечно, немного. В 31 Иов оправдывается. Надо же, в самом конце своих речей. Почему так? Он мог бы с самого начала сказать, слушайте, я праведный человек, я хорошо жил, я все делал хорошо. В 29 главе он уже эту тему начал, в 31 он ее продолжит, разобьет. Дело не в том, что он очень хочет оправдаться перед друзьями или перед нами, читателями этой книги, или перед Богом. Бог-то про него все знает. Он очень много говорит о несправедливости Бога, но ему не до утверждения собственной правоты. Вот очень часто люди стараются утвердить свою правоту. Я хороший, я все сделал правильно, говорил все правильно, и даже думал все правильно. Иов совершенно не про это. Он говорит, мир устроен неправильно. Он говорит, праведник страдает, нечестивец благоденствует. Это плохо, так не должно быть. Ну и 31 глава все-таки подводит какой-то итог к рассказу о том, что же Иов в этом всем делал, и как он себя ощущает в этом мире после того, как он делал все по заветам Бога. Кстати, насчет заветов. Он ведь не состоит в отношениях завета, как Авраам, или весь израильский народ после Моисея. Он такой одинокий праведник, который с Богом как-то обо всем договорился неформально. Но мы увидим, что в основных положениях он очень близок к завету Авраамову или Моисею. И в частности, он начинает 31 главу с такого утверждения. Условился я с глазами своими, что на девушек заглядываться не буду. А может быть, на деву. Дева, то есть некая языческая богиня. Ну, то есть, либо что не будет он удаляться в эти амурные приключения, либо что в язычество он не ударится. Кстати, очень часто они у библейских пророков сравниваются при любодеянии и поклонении языческим богам. «Но что за доля мне свыше от Бога? Что за удел от всесильного с высот? Разве не злодею назначена гибель? Разве не грешнику несчастье? Или он путей моих не видит, шагов моих не считает? Быть может, я жил обманом или спешил на злое дело? Пусть на верных весах меня взвесят. Бог узнает, что я не порочен. А если мои стопы с пути свернули? Если сердце следовало за взглядом? Ну, то есть, что увидел, вот то и захотел. Да, вот сразу так хапнуть, или там девушку красивую, или еще что. Если сердце следовало за взглядом? Если грязь к моим ладоням прилипла? Пусть другой ест то, что я посеял. Ну, то есть, пусть меня постигнут несчастья, но ведь этого же не было. Да, пусть другой заберет мой урожай. Пусть другой ест то, что я посеял? Пусть всходы мои будут вырваны с корнем. Оно так и случилось, просто Иов не согласен. Если женщина, и сердце мое соблазнилось, и у чужих дверей я выжидал в засаде, пусть для другого жена моя мелет, пусть не ложатся чужие. Мелет, то есть, служанка, которая живет в доме, она мелет зерно в муку, чтобы приготовить хлеб, и, соответственно, пусть моя жена будет рабыней-наложницей в чужом доме. Ведь это был бы блуд, подсудное преступление. Это испепеляющий огонь, что низводит в Аводон, и урожай на корню губит. Вот интересно, что для Иова как раз одна из главных таких возможных вин и одно из самых страшных преступлений это как раз прелюбодеяние, это чужая женщина. Если была к работникам, несправедлив, жалобами их пренебрегал, что стану делать, когда поднимется Бог, когда спросит с меня, что скажу? Кто создал меня в очреве, создал их, единый нас в утробе сотворил. А вот уже социальная справедливость. А дальше милосердие, уже даже не справедливость, а наоборот, милосердие, то есть, когда отдаешь то, что и не должен отдать. Разве отказывал я в просьбе бедняку или меркли из-за меня глаза вдовы? Разве ел я свой кусок в одиночку и не делился с сиротой? Нет, я с юности был сиротом, как отец. С малых лет был вдовом опорой. Если смотрел я равнодушно, как замерзает раздетый, бедняк, кому нечем прикрыться. Если плоть его меня не благословляла, и шерсть моих барашков его не грела, ну, то есть, дал ему из барашков одежду, и тот благословляет его плоть, да, вот сама согревшаяся плоть, тело его согрелось, прямо даже слов не нужно, само его тело благодарит благодетеля. И шерсть моих барашков его не грела. Если над сиротой заносил, я руку знаю, что на площади меня поддержит, да, ну, легко обидеть сиротой, сбить его, потому что он никто за него не вступится, а на площади, наоборот, народ любит жестокие зрелища и скажет, о, давай, отлупи его еще посильнее. Если это все было, пусть отвалится у меня рука, пусть переломится в локте. Здесь уже совсем жестко, да, вот сироту обижать, это прямо совсем ужасно. Но лишь ужасы и напастье мне от Бога, не снести мне его величие. Если б я на золото уповал, и звал червонное золото своей защитой, если б радовался я могуществу своему изобилию, что рука моя стяжала, если б видя сияние солнца и луны и блистательное отшествие, в глубине души я соблазнился и целовал бы собственную руку, весьма вероятно, это воздушный поцелуй, видя солнце и луну, он целует свои пальцы и протягивает их, но как бы посылает поцелуй солнцу и луне языческим божествам, а не небесным телам. Было бы это подсудным преступлением измены Всевышнему Богу. Разве радовался я бедом недруга, ликовал, когда зло его постигло? То есть получается, и злорадство – это очень страшный грех. Нет, не давал я устам моим грешить, не изрекал гибельных проклятий. Люди в моем шатре не говорили, насытится бы нам его мясом. Ну, наверное, имеется в виду, что он нас мясом не кормит, хотя можно и понять так, они меня проклинали и желали меня прямо зубами разорвать. Ну, это уж слишком жесткая трактовка. Видимо, что мясом он людей не кормил, что он им там какую-то только давал скудную пищу. На улице странник не ночевал, открывались для него мои двери. Может быть, я скрыл свой грех, как другие, и проступок свой за пазухой прятал, боясь многолюдной толпы, сражаясь презрения сородичей, молчал и из дома не выходил. О, если бы выслушали меня. Вот мои печати, пусть всесильные ответят. Иофф дает такую формулу юридическую. Он запечатывает свиток. Он изложил свой свиток, сказал, я не виновен по всем пунктам, перечислил их подробно. И вот моя печать. Вот я завершил свою оправдательную речь. А теперь очередь отвечать за Богом. Что, кстати, и произойдет в этой книге. Вот моя печать, и пусть всесильные ответят. Пусть мой обвинитель напишет свиток. Свиток этот понесу на плечах, возложу на себя как венец. То есть я не ухожу от разбирательств с Богом, от его обвинений. Я возьму это все на себя, только пусть он изложит, в чем же я виноват. Я поведаю Богу число моих шагов, приближусь к нему как князь. То есть да, вот я войду с ним в это общение, я готов. А если о грехах моих вопит моя земля, и все борозды на пашне рыдают, если даром я истощал ее силу и со свету сживал земледельцев. То есть здесь уже даже вот какое-то пренебрежение к пашне, то, что он там, допустим, не давал земле отдохнуть под паром. Ну, конечно, это скорее про отношения с земледельцами. То есть он захватывал всю землю себе, прогоняя мелких земледельцев и делая вот их безземельными. Больше, наверное, чем про землю, про людей. Так вот, если я со свету сживал земледельцев, пусть вместо пшеницы вырастет терновник, вместо ячменя сорняки. Какой-то даже элемент такого божьего суда. То есть, дескать, если моя земля, она отобрана силой у бедняков, то пусть эта земля не принесет мне никакого урожая, только терновник и сорняки. Как бы вот, Боже, ты же сам видишь и можешь это явить, как некий вполне зримый признак моего греха. Но ничего этого не было. На этом окончились речи Иова. Ну, а в следующей 32-й главе появится еще один персонаж, довольно загадочный. И мы поговорим о том, откуда он взялся и чего он хочет. Иов даже ему не станет отвечать, поэтому это практически последняя наша встреча с этим героем. Правда, он ответит Богу, но предельно кратко. Так что с Иовом на время мы расстаемся. Но в следующей главе зато у нас появится человек по имени Элегу. Продолжение следует...